Добрый день, в эфире рубрика «Никогда такого не было, и вот опять, и опять» Егор Яковлев за знакомым столом. Боже, какой материал. Что с тобой? Да, расслабиться хоть на секундочку. Почему, Дмитрий Милевич, мы быстро разговаривали до сих пор, пока я прошу? Это наш маленький секрет. В нулевых годах вначале мы с Егором, ну сначала я, потом Егор, оказались в одной и той же газете, там поочерёдно, Гаудамос она называлась, и это было время, когда рынок просто заполонили книжные новинки. Меня засыпали вопросами, я был тогда главным редактором, потом Егор там был главным редактором, что почитать. И вот на этой волне я завёл там рубрику, которую назвал «Читать модно». Потом даже, кстати, Илья Стогов утверждал, что я чуть ли не первый вёл это словосочетание, но я не претендую, потому что под этим логом потом стали выходить вообще книжки в издательство «Амфоры». Но суть не в этом. Суть в том, что я вот начал читать книги, у меня было в принципе там где-то 4 рецензии в месяц, приходилось читать многое. И как-то я могу сказать, что вот за пару лет, что я эти книги прочитал, у меня из них буквально 2-3 как-то в голове остались. Остальное – это всё какой-то вот такой полный сумбур. И в итоге, вы не поверите, я вернулся вот к русской классике. Начал перечитывать там Чехова, Толстого, Достоевского, ну, как-то вот так. И поскольку меня периодически спрашивают о литературе, я вот хотел бы поговорить с Егором Яковлевым вообще на тему, какие книги «А», например, в первую очередь повлияли на него, ну, скажем, например, в детстве. Вот ты помнишь вообще, какая книжка первая, или книжки первые оказали на тебя вот такое прямо ух, такое ух. Я помню первые книжки, которые я прочитал самостоятельно, потому что до этого мне много читали мама, папа и бабушки. Первая книжка, которую я прочёл, это были «Мифы и легенды Древней Греции» в пересказе Николая Куна. Да-да-да, это книжка, которая, по-моему, у многих была. Да, её читали многие, и я должен сказать, что я и сейчас благодарен за то, что родители мне подсунули эту книгу, потому что, во-первых, она была очень интересная, а во-вторых, европейская цивилизация зародилась именно в Древней Греции, и даже прогуливаясь по современному Санкт-Петербургу в виде какую-нибудь скульптуру или кариатиду, или атлантов на крыльце Нового Эрмитажа, мы понимаем, откуда это пришло и кто вообще это такие. А вторая книга, которую я прочитал, была совсем другой. Это серьёзное эпическое литературное произведение, это паэма Шата Руставеля «Витязь тигровой шкуре». Я взял её случайно, потому что она была издана очень красочными оформлениями с блестящими иллюстрациями, и на этих иллюстрациях были изображены очень завлекательные вещи – сражения, бои с пиратами, древние средневековые грузинские витязи, мне очень понравилось, я просто с запоем прочитал, пришёл в неописуемый восторг. То есть для меня тогда это читалось как увлекательная приключенческая литература, жаль, что никто песню Роландии не подсунул. Но шикарно, просто очень-очень хорошо зашло. Но вообще моё детство – это мир среднестатистического советского ребёнка, который читал в первую очередь приключенческую литературу, благо её было очень много. Я помню, что у одной бабушки, что у другой бабушки большие книжные шкафы стояли дома, и там были собрания сочинений Фенимура Купера, Жулия Верна, Вальтера Скотта и других писателей, через которых мы приобщались к миру чтения. Я думаю, что ты тоже это читал. У меня ещё помимо этого были такие небольшие книжки советских времён, 50-х годов, про всяких наших разведчиков, про то, как они боролись со шпионами. Честно, до этого мы дойдём. Но вот меня очень привлекали книги в формате приключений. Ну конечно, да. И это было ещё связано с тем, что в то время, в 80-е годы, выходило много фильмов по мотивам этих книг. Самый лучший, самый захватывающий – это баллады об отважном рыцаре Айвенга с песнями Владимира Высоцкого. И там звучит знаменитая баллада о борьбе про книжных детей. Я в полном смысле этого слова могу себя назвать книжным ребёнком. Это песня про меня. Я, конечно, глотал. Мы же книги глотали пьянее от строк, как пел там Высоцкий. И вот я тоже глотал эти книги, пьянел от строк. И всё это мы переносили в свои детские игры потом. Очень нравились романы Айвенга. Потом мы прочитали с папой роман Квентин Дорвард. Практически всего Жюль Верна я прочитал. Ну не всего. Понятно, что я, кстати, спустя много лет узнал, что самый экранизируемый роман Жюль Верна на Западе называется Михаил Строгов. Ты знаешь этот роман? Роман знаю, я не знал, что… Тебе надо обязательно сделать обзор в Россию чужой взгляд. У меня не доходит, есть ряд классических произведений, вот там, скажем, Вера и Нигилисты, Оскара Уайлда я окучил, просто действительно есть такие произведения, о которых мы не догадывались, а они есть. Но Михаил Строгов, конечно, читается как какой-то китч, причём это уже после редакции Ивана Сергеевича Тургенева, потому что Иван Сергеевич Тургенев, когда прочитал первую версию, он обалдел, там сюжет такой. Значит, Сибирь, она к России не совсем ещё приросла, там существует татарский сепаратизм. И вот татары поднимают восстание и захватывают в плен родственника, наместника сибирского наместника, родственника императора, по всей видимости, Александра Второго. И Александр Второй на спасение своего брата посылает эмиссара Михаила Строгова, который должен татарский мятеж подавить, а великого князя освободить. Там любовь, ещё там английский и французский журналист присутствуют в качестве второстепенных персонажей. Роман был дико популярен на Западе, вот его там очень часто... Слушай, ну ты не оставляешь мне никакого выхода, кроме как в ближайшее время действительно сделать об этом выпуске. Конечно, конечно. А в советское время его не издавали и не популяризировали, ну потому что роман про царского сатрапа, слугу самодержавия. И нашему читателю и зрителю он оказался абсолютно неизвестен. Но там было настолько много клюквы, что Тургенев, когда Жюль Верн ему показал эту рукопись, просто обалдел. Он там сидел, переписывал, вносил правки. Не знаю, что там было в начале, но в принципе и сейчас это читается как какой-то трэш, зная российские реалии. Хотя если отрешиться от того, что там русские имена и фамилии, географические пункты, то вполне возможно к этому отнестись как к фантастики такой увлекательной, которая в далёкой-далёкой галактике разворачивается. Но я Михаила Строгова тогда не читал, а читал «Дети капитана Гранта», «Таинственный остров», самый любимый роман «Пятнадцатилетний капитан». Смотрел фильмы. «Пятнадцатилетний капитан», по-моему, с 1946 года был. Вообще шикарный. Потом «Джек Лондон» очень нравился. «Сердца трёх», хотя считается, что это не типичный роман Джека Лондона, который был написан с целью экранизации, но тем не менее мне очень он пришёлся по душе. И фильм тоже как раз в это время вышел, двухсерийный наш, тоже, я считаю, отличный. «Белый клык» – прекрасное произведение с очень захватывающей концовкой. Ты читал «Белый клык»? «Белый клык» не читал. «Белый клык». Почему-то в нашем фильме старом, советском нет последнего сюжета, там прослеживается судьба собаки, и в конце собака спасает своих хозяев, жителей дома, такая очень добрая, хорошая семья от грабителя, там дедушка у них служил судьей, когда-то много лет назад он посадил в тюрьму какого-то бандита, а тот бандит сбежал или освободился и решил ему отомстить, и «Белый клык» спас дедушку и всю семью, правда, бандит его тяжело ранил, но в итоге собачка выздоровела, и всё закончилось хорошо. Это мне казалось очень трогательным, я потом через много лет уже это своему сыну прочитал, ему тоже показалось это очень трогательным. И вообще Джек Лондон не только как писатель, но и как фигура представляется мне очень интересной, потому что это был, наверное, один из первых таких людей XX века, который совершенно явно сделал себя сам. И я, честно говоря, уже будучи студентом, прочитал роман Мартины Дэн, и он меня подряс, потому что это роман автобиографический о писателях, который с самых низов поднимается по вершине славы, присущается ею и кончает жизнь самоубийством. Там есть трогательные эпизоды, когда Мартины Дэн пытается продвигать новую прозу, описывающую жизнь низов, и люди, которых он описывает, они разговаривают языком, на котором в принципе говорят грузчики, китобои, золотоискатели и прочие люди, не принадлежащие к вершине общества. А девушка, с которой он в этот момент встречается, явно этому не благоволит, ей не нравится, она от этого отворачивается. И в конце концов она порывает с ним, потому что он представитель социального дна всё-таки с её точки зрения, с точки зрения её окружения. И это реальная история из биографии Джека Лондона, потому что его возлюбленная в него не поверила. И потом, много лет спустя, приходила на публичное чтение Мартина Идена и в заднем ряду пускала скупую женскую слезу по этому поводу. Любите девушки простых романтиков. Да. Ну вот произведение очень трагичное, и в нём Джек Лондон в какой-то степени предсказал свою судьбу, потому что и сам покончил жизнь самоубийством. Как я подозреваю, именно по психологическим причинам. Все по психологическим, а все там Хэмн Гуэй, то же самое. Пресыщение. Кто там его заставлял это делать. А все эти наши рок-музыканты и так далее. То есть, это один пласт литературы, которая меня формировала. Я и сейчас считаю, что она не устарела, несмотря на то, что появляются новые образцы – это приключенческая литература, которая в новых уже реалиях воспроизводит всё то, чему и должна учить приключенческая литература детства. Детская приключенческая литература. Дружбе, взаимоподдержке, взаимовыручке. Всему хорошему, короче говоря. То есть, ребёнок должен приобретать представление о нравственности, о правильном поведении именно через литературу. И вот такая литература есть. Второй пласт… Да, я ещё хотел бы про Жюли Верно сказать и в какой-то степени ещё про Артура Конандуэля, например, его роман «Затерянный мир». Мне очень нравилось, что эти произведения помимо развлекательного сюжета одаривали читателя массой знаний. Каких-то очень интересных по географии, по ботанике, по палеонтологии. То есть, ты вроде как книжку интересную прочитал, развлекательную, развлёкся, но при этом у тебя в голове отложилось очень много важных фактов, которых ты впоследствии смог осмыслить и прийти к каким-то выводам. То есть, это не просто развлечение, а ещё и обучение. Чем хороша эта классическая литература. В этом смысле я не знаю ни одной современной приключенческой книги, которая бы включала в себя вот этот пласт. К сожалению. Потом, значит, второй момент – это в школе я начал читать русскую литературу, и отношение было сложное. А она к тебе заходила, русская литература? Ну, смотря в какое время. Мне сначала не заходило. Например, мне страшно не заходил Чехов. То есть, я с трудом прочитал в 10-м классе «Вишнёвый сад», и прочитав, что Лев Толстой считал Чехова слабым драматургом и говорил ему об этом, я на уроках литературы всегда щеголял этой фразой, пытаясь подтвердить таким образом свою точку зрения. И начал понимать, о чём Чехов писал в «Вишнёвом саде» уже только несколько лет спустя. Но, с другой стороны, Лев Николаевич Толстой до конца жизни этого не понял, поэтому я не считаю, что я какой-то особенно отсталый. А вот Достоевский мне тоже сначала не заходил. Мне Достоевский как раз зашёл с самого начала, при том, что мне просто кажется, что Достоевский очень хорош для подросткового возраста, в том смысле, что он здорово описывает бунтарей, бунтарский дух. У него есть фраза «Русские мальчики дай им карту звёздного неба», и они её вмиг перекроют. Примерно так. Для русских мальчиков, какими мы все являемся в возрасте от 15 до 18 лет, большинство это проходит, но у некоторых остаётся. А это сколько тебе лет было, в каком возрасте? Ну, 10-11 класс Достоевский, да, я начал читать, это 15 лет. Мне потребовалось ещё года три, потому что потом где-то 18-19 лет я, ну, кроме писем и дневника писателя, я его прочёл от первого до последнего тома, потому что я просто понял, что это некий базис, который просто ты должен узнать. Совершенно верно, да. Первое произведение, которое я прочитал – это «Униженные, оскорблённые», меня оно просто потрясло, хотя потом я узнал, что критики считают это произведение подражательным, находит переклички с Диккенсом, и вообще оно не входит в так называемое «Великое пятикнижие» Достоевского, но мне оно показалось очень сильным, душераздирающим просто. И впоследствии видно, что некоторые сюжеты у Достоевского развиваются, переходят из романа в роман, некоторые герои из романа в роман переходят, и, конечно, из героя «Униженных, оскорблённых» впоследствии выросли и князь Мышкин, и Алёша Карамазов, и Раскольников в каком-то смысле. Поэтому хорошо, что я этот роман прочитал в начале, потому что смог следить за развитием творческой мысли писателя. Но главное произведение, которое мы проходили в школе – это, конечно, «Преступление и наказание». «Преступление и наказание» для подростка даёт много материала для размышления. Я помню, что несмотря на то, что время было такое не располагающее вроде бы к обучению, но почему-то парней, которые у нас учились в школе, эта книга захватила, мы сидели, стояли на крыльце, курили и обсуждали. Ты курил? Ну, я бросил в 14 лет, это отдельная история, неделю, наверное, на 4 это всё продлилось. Я бросил курить, потому что мне не понравилось. В основном все парни курили, потому что это метод социализации. Ну, естественно. Куришь, что ты крутой, но у меня была индульгенция, я играл на гитаре, и поэтому пока все курили, я брал гитару и что-то играл. Если я говорю, ну ладно, Егорыч на гитаре умеет играть, всё нормально. Егорыч спой, там всё идёт по плану. И обсуждали Раскольников, он правильно поступил или неправильно поступил, потому что вроде как с точки зрения Достоевского он поступил неправильно, конечно же. Но Достоевский не был бы великим писателем, если бы давал ответы на все вопросы, а не просто их ставил. Потому что величие Достоевского именно в том, что он застрял и ставил эти вопросы. Я помню, что мы обсуждали, ставили вопрос вслед за Достоевским так. Ну хорошо, вот сам Раскольников, он понял всю глубину своей ошибки. Он отправился на каторгу, там его ждёт перерождение, возвращение к жизни и так далее. Невозможно построить счастье на смерти какого-то чужого человека. Но вот вопрос. А все те люди, которые находились в кабале у старухи-проценщицы, они стали счастливее от того, что её не стало или нет? Они-то не страдали как Раскольников, они не совершили такого грехопадения. И нет ли здесь такого, что Раскольников просто принёс себя в жертву добровольно? И здесь есть очень интересная перекличка, потому что вот в этих разговорах подростковых мы вышли на одну из главных, на вообще один из главных вопросов русской истории. Потому что много лет спустя, слушая лекции выдающегося профессора Даниила Натановича Альшица, крупного специалиста по Ивану Грозному, я понял, что именно такой вопрос ставил в средневекающую перед собой Иван Васильевич. Он признавал, что он совершает зло, когда уничтожает врагов, и он знал, что он попадёт в ад за свои грехи. Но он трактовал это таким образом, что он, совершая это зло, спасает тысячи и миллионы. Только я хотел сказать, что сейчас ты наденешь микрофон. Извини, пожалуйста. Он спасает тысячи и миллионы. И вот здесь вопрос, который сформулировал Достоевский, известный его вопрос, можно ли на слезинке ребёнка. Да, слеза ребёнка, всё такое. На слезинке ребёнка, её очень любят цитировать, цитировали много в 90-е. Достоевский не дал на этот вопрос ответ, в отличие от многих... Наверное, потому что у Достоевского была более сложная судьба, чем у многих из тех, кто его читал. Да, да. Но это вопрос русской истории, один из главных вопросов русской истории. Не знаю, может ли быть на него ответ. Каждый решает для себя в соответствующую историческую эпоху. А моё любимое произведение Достоевского – это идиот. Я прочитал его уже в университете и написал на эту тему курсовую. И опять же, у нас была прекрасная преподавательница Ольга Владимировна Сливицкая. И она формулировала вопрос так. Оправдан или опровергнут путь князя Мышкину в романе? Я считал тогда, что он оправдан. И спустя уже почти 20 лет после того, как я эту курсовую защитил, я придерживаюсь той же точки зрения. Потому что несмотря на то, что князь Мышкин – это человек, жизненный путь которого пришёл к краху, он не смог спасти Анастасию Филипповну, Рогожина, хотя вроде бы он прекрасен, всем хорош человек, но у него не получается. Но мне кажется, что это поражение мнимое, потому что человек, который ведёт такой образ жизни, назовём его условно праведным, главное его значение в том, что он подаёт пример. Он подаёт пример. И пример может расцветать не сразу, пример может захватывать последователей позже. Ну, это да, это известный сюжет. Да, заслуга такого типажа, как князь Мышкин и как другие типажи Достоевского в том, что глядя на таких героев, тебе становится стыдно быть подлым, плохим человеком. Ну, Горький в надне там тоже ввёл такого же персонажа, только там не идиот, а там вот такой старец, тоже под дурачка такую. Там немножко другое. Вот, там немножко другое. Ну, нет, другое, смысл такой же. Вот, кстати, чем полезно моё московское криведение, я тут недавно совершенно готовлюсь к одной экскурсии, которую буду проводить скоро, выяснил, что оказывается Достоевский перенял там вот этот сюжет, когда Рогожин убил и завернул в определённый материал труп, это была реальная история, там был такой купец Мазурин, который ювелира забабахал и, значит, в специальном растворе и специальную плёнку его замотал, и там Настасья Филипповна как раз говорит, в Москве есть страшный дом, вот про это как раз убийство московское. Ну, это так. Ну, да, я вернусь, просто важная мысль про Достоевского, что Достоевского часто воспринимают как мрачного писателя, но он мрачный только в первом приближении. На мой взгляд, герои Достоевского, они дают надежду в просто Ну, он не мрачный, он иногда тяжёлый, потому что я понял, что когда я «Мёртвый дом» прочитал, честно говоря, я порадовался, что я молод, у меня солнышко за окном, и как-то всё хорошо, потому что было такое ощущение, что очень жёсткое всё. А потом, когда я стал взрослым и понял, что это ещё произведение воспринимал, когда я понял, что Достоевский сам через это прошёл, вот тут я вообще как бы офигел. Вот ещё одна важная мысль про Достоевского, раз уж мы заговорили, это о том, что Достоевский, безусловно, был зеркалом русской революции, даже, может быть, в большей степени, чем Лев Николаевич Толстой. Вот я знаешь, о чём жалею? Вот я безумно жалею, что он не дожил до 1 марта 1881 года. Мне так интересно было бы узнать его реакцию. Это было бы интересно, но я думаю, что она была примерно такой же, как и у Толстого, в том смысле, что он стал бы, наверное, просить за убийц, попросить, чтобы их не казнили. Потому что очень характерна и интересна его реакция на дело Веры Засулич. Он был на Вере Засуличе… Да-да-да, я рассказывал в реакции про его реакцию, он был на суде, на самом деле, в этом, в окружном суде он там был, да. Он присутствовал во время процесса, и когда объявили оправдательный вердикт, он высказал очень интересную мысль. Он сказал, надо бы ей сказать, ступай и не греши, но кажется, у нас нет такой юридической формулы, а теперь её чего доброго сделают героиней. То есть, знаменем революционной борьбы, и всем будет так можно, как поступила она. Вот любопытная мысль, потому что действительно Вера Засулич превратилась в героиню, и размах террора индивидуального, он как раз доказывает о том, что он как раз показывает, что в скором времени начали убивать не только в таких ситуациях, какая произошла с Треповым тогда, а вообще в любой ситуации, там, где нужно и не нужно. То есть, в каком-то смысле табу на убийство, оно было оправдание Веры Засулич снято. Хотя и это оправдание, я не помню, мы с тобой разговаривали у тебя в программе, да, на эту тему? Я, поскольку мы с тобой разговаривали, потом ещё делал отдельный выпуск у Гоблина, у меня небольшой микс-ап вообще в голове. Ну, я не смотрел его, я просто, если говорить о Вере Засулич, правительство сделало всё для того, чтобы Веру Засулич оправдали. Да-да-да, настолько бездарно провел этот процесс, что оно другого исхода быть просто не могло при суде присяжных. Все симпатии были на её стороне. И это была трагедия, потому что в Ипатевском доме закончилось то, что началось в приёмный генерал-губернатора Санкт-Петербурга. А ещё Достоевского был показательный диалог с Вориным, когда про оправдание либералов, там была такая история, что по легенде, на самом деле, Желябов с Халтуриным, они встречались у дома ДЦАРу, это Невский один, там был магазин ДЦАРу, и там они типа переговаривались. И вот Достоевский говорит с Вориным, что представьте, что мы стоим в толпе, и кто-то вдруг из сторонних людей произносит, что я завёл адскую машину, скоро рванёт. Вот вы пойдёте рассказывать в полицию об этом? Говорят, я не пойду. Вот и я не пойду. Я перебрал все причины, которые меня должны были заставить пойти, это причины основательные. Я перебрал все причины, которые меня останавливали, это все причины мелочные. Не либералы бы, не простили, если бы я рассказал, вот в каком мы обществе живём. Это тоже очень на самом деле… И это, кстати, проблема на самом деле актуальна и до сих пор. То же самое. Вот взаимоотношения народа с властью и либеральной интеллигенции с властью никуда не делать. Вот как всё точно Фёдор Михайлович подмечал. Так, хорошо, Достоевский. Ну я думаю, что… Давай ещё договорим про Достоевского. Я думаю, что здесь ещё глубже проблема, потому что Достоевский осознавал существование нерешаемых проблем в внутрироссийском государстве… Ключевой вообще, да, что есть проблемы нерешаемые, что… Ну, как бы… Ну, в общем, да. И именно поэтому планировалось, что Алёша Карамазов станет террористом. То есть, вот такой святой, хороший, добрейший человек Алексей Карамазов в итоге приходит к террористам, и по замыслу Достоевского он должен был убить царя. Ну, если Суворин не врал, потому что это известно как раз с его слов. То есть, как гражданин, как подданный Российской империи Достоевский, конечно, терроризму не сочувствовал, но как писатель, он как человек высочайшего художественного дара, он не мог игнорировать существование вот этих сложнейших проблем, которые выводили, приводили людей в революционное движение, и поэтому своего последнего любимого героя он в это революционное движение собирался привести. Так он сам ведь туда чуть не пошёл, они же там вот со Спешневым в кружке Петрашесов, они же пытались… Ты понимаешь, тут разница, там-то он был бы молодым. Да, да, я понимаю, но он просто помня об этом, естественно, то есть, это ведь великий дар на самом деле помнить о том, когда ты молод, что когда ты молод, это нормально слушать, я не знаю, трэш-метал, красить волосы в чёрную краску или в оранжевую, протыкать уши и прочее, чтобы относиться к этому нормально и естественно, не говорить, что ты за чмо, потому что сами мы все… Ну, не все, конечно, но я был таким. Я думаю, что Достоевский, конечно, большую роль сыграл в революционных настроениях, в стимулировании революционных настроений интеллигенции, потому что он был радикально антибуржуазный. Все, когда говорят о Достоевском, указывают на роман «Бесы». «Бесы» – это роман антинигилистический, пасквильное революционное движение, но почему-то не замечают того, что Достоевский был радикально антибуржуазным, и его протест, и вот то, почему Алёша Карамазов в итоге приходит в революционное движение – это внутреннее неприятие Достоевским капитализма. Но я тебе хочу сказать, что его именно поэтому в Советском Союзе печатали. Чего? Его именно поэтому в Советском Союзе печатали, ведь несмотря на то, что вот этот «Бесы» – это же был такой камень преткновения. Я не думаю, что именно поэтому, я думаю, что его печатали, потому что это бесспорно великие писатели всегда оговаривали, что в Витей были ошибочки, так сказать, неточные, Владимир Ильич Ленин критиковал и так далее, справедливо с точки зрения философии критиковал, но мы признаём художественный дар. Но, значит, я просто сейчас озвучу мысль, я её уже говорил, но считаю, что надо как можно чаще эту мысль озвучивать, и мне она кажется важней. В романе «Идиот» есть эпизод, где Анастасия Филипповна швыряет в камин 100 тысяч рублей, которые заплатили. Так вот я считаю, что этот эпизод для революционного движения, для революции в России сделал больше, чем вся книга «Бесы» для её предотвращения. Потому, что никто так не укреплял антибуржуазное настроение интеллигенции, как Достоевский своим потрясающим художественным даром. А в России сложилась такая ситуация, что интеллигенция была просто контужена наступлением капитализма. И не только интеллигенция. Ну, была интеллигенция с одной стороны, т.е. революция... Ещё больше были контужены дворяне и все остальные. Ну, дворяне – это дуже интеллигентно. Дворяне в другом смысле. Дворяне в другом смысле. Они держались за старые феодальные пережитки. Знать держалась за старые феодальные пережитки. Её раздражало, что пришли какие-то купчики, какие-то фабриканты, какие-то горожане тут, и они уже министры. Нельзя их тут... И они уже скупают наше имение. Скупают имение уже, ничего нельзя им приказать где-нибудь в приёмной у царя. Вышел помянутый табу и вишнёвый сад. Да. Окружение даже Николая II это страшно раздражало. И существовали конфликты, например, между какими-нибудь начальниками гвардейских полков и министрами, которые вышли из разночинной среды. Петра Аркадьевича Столыпина даже унижали, что он слегка худороден. Хотя он не так уж и худороден был, на самом деле, по нашим особенно меркам. Да-да-да, по нашим особенным меркам, конечно. Было определённое предубеждение, например, к Михаилу Васильевичу Алексееву, который вообще был из простых людей, из простой семьи, начальник штаба Ставки Николая II. Но это другое. Я говорю именно об интеллигенции. То есть, революцию делали интеллигенция, пролетариат и крестьянство. Так вот, интеллигенция и рабочий, назовём это трудовым народом, объединим рабочих и крестьян в один пласт, были едины в неприятии капитализма абсолютно. Только интеллигенция социалистическая, она вывела это неприятие не назад туда, к феодализму, не держась за эти старые рамки православия, самодержавия, народность, к чему вели консерваторы, а вперёд к социализму. А то, что интеллигенция русская не принимала этого, это абсолютно точно, это прослеживается по всей русской литературе. То есть, культ наживы, который принёс с собой капитализм, он однозначно русской общественной мыслью отторгался. Он отторгался и консервативной общественной мыслью, и социалистической общественной мыслью. Но просто консервативная, она не знала, как с этим справиться. Она говорила о том, что нужно быть хорошими, больше молиться, объединиться под знаменем церкви и так далее. У них не было научного какого-то подхода к этому. А у левых такой подход был. И именно поэтому левые победили, потому что они вели вперёд, а не назад. И Достоевский, не осознавая этого как философ, прекрасно описал эту тенденцию как писатель. Собственно, вот она и проявилась в многочисленных его эпизодах, в которых отторгается культ наживы, презирается. Вот что я хотел бы сказать о Достоевскому. Мне кажется, это очень важно. Это очень важный момент. И всё-таки ставлю свои пять копеек. Я не помню, у кого, но я просто читал, как мадам, я даже с ней потом встречался в жизни. Она писала просто про такой талмуд, про личную жизнь Достоевского, про всё это, полинарию Сусову. У неё была там как раз история про вот это неприятие капитала и прочее, откуда у меня это всё и закралось в голову. Она ещё с советских времён, мадам. Ладно, хорошо, но Достоевский – это школьная программа, то есть, это некие такие мировоззренческие темы. А вот скажи, пожалуйста, а если мы говорим уже про какие-то исторические труды, то есть, про какую-то литературу научную, научно-популярную и прочее, которая тебя уже не то чтобы потрясла, но, скажем, повлияла на тебя как будущего историка. Это что? Ну, я всё-таки давай пойдём поступательно, потому что мы не всё ещё сказали о художественной литературе, а пока я был… Ты просто делал такую паузу. Пока я был школьником, студентом, я совсем таких научных трудов не читал. Я хотел бы сказать о том, что когда я учился в университете, я прочитал огромное количество книг, это был какой-то вал просто, не агар, а книг с большим интересом. И я считаю, что самая сильная мировая литература XIX века – это, конечно, русская, Томас Манн не зря называл её святой русской литературой, она оказала колоссальное влияние на всю мировую литературу и не только Толстой и Достоевский. Я, например, помню, что я с удовлетворением отметил, читая пьесу Герхарда Гаутмана «Одинокие», известная пьеса из направления «Новая драма» начала XX века, там главные герои читают рассказ Всеволода Гаршина и обсуждают его. Но казалось бы, Всеволод Гаршин – писатель явно не первого ряда, и я думаю, что многие наши зрители даже не знают, кто это. Те, кто смотрел мой выпуск про Лариса Меликова, знают. Всеволод Гаршин – хороший писатель, но не из плеяды великих. Но он просто ещё умер рано, может быть, потом и стал бы, но… Но тем не менее, вот видный немецкий драматург вводит рассказ Гаршина как некую злобу дня, т.е. герои на полном серьёзе обсуждают, что же хотел сказать автор. Т.е. русская литература, она владела умами европейцев, это вне всяких сомнений. Пьеса Льва Николаевича Толстого «Власть тьмы» оказала огромное влияние на драматургии начала XX века, хотя наиболее известная сегодня пьеса Толстого «Живой труп», больше мало кто помнит, хотя «Власть» мы недавно ставили в БДТ, но тем не менее, конечно, что-то там устарело, но для того времени это была сенсация. Лев Толстой гремел на весь мир, это был самый знаменитый писатель мира, и вручение ему Нобелевской премии, которая так и не удалась в тот момент, поднимало бы статус Нобелевской премии, а не Толстого, а Толстому совершенно было по барабану, дадут ему Нобелевскую премию или не дадут. И когда Толстой начал писать роман в воскресенье, то в Соединённых Штатах Америки требовали, не требовали, а просили Льва Николаевича за баснословную сумму на четвертиночке листа просто написать, о чём будет роман. А если он напишет на большом листочке, там ещё как будут звать главных героев и какова фабула, то вообще тогда в 10 раз больше мы заплатим. То есть, внимание к Толстому было колоссальное в этот момент. Кстати, интересно, что в словаре Брагауза и Фрона я отметил, Толстой назван великим писателем, хотя он был ещё жив, когда этот словарь издавали, а Достоевский знаменитым. Это тоже, кстати, интересная коллизия, что они никогда не встречались. Они должны были встретиться на одном из мероприятий в соляном городке, но разминулись буквально, и потом оба об этом дико жалели на самом деле. Да, и когда, видимо, ощущалось некоторое соперничество, но когда Достоевский умер, Толстой писал, что узнал о смерти Достоевского, сижу и плачу. Не было никого роднее во всём белом свете, чем этот человек для меня, и как же я жалею, что я с ними не познакомился. Удивительная история. Да, но гением иногда сложно. Ахматова-Святаева встречалась один раз, и так они общего языка и не нашли. Но, тем не менее, я бы ответил, какой благородство Толстой явил в этом своём отзыве. Для русской литературы вообще это свойственно. Смерть примиряет, к сожалению, потому что... Ну, в смысле, к счастью, но... Между ними не было вражды. Не, не было. Была вражда между Достоевским и Тургеневым, и они примирились на открытие памятника Пушкина в Москве, да, там была знаменитая речь Толстого в здании благородного собрания на Башеникистской всё происходило, и вот там они, наконец, примирились – Толстой и Тургенев. А до этого там такие были контры вплоть до бытовых претензий, что Тургенев одолжил ему одну сумму, а потом вдруг увидело, что, оказывается, он требует, по мнению Толстого, большую сумму, чем он ему отдолжил. По мнению Достоевского. Ой, извините, по мнению Достоевского, да. Так, возвращаемся к твоим студенческим годам. А в студенческое время русская литература – самая сильная литература XIX века, самая сильная литература XX века – это американская. Меня просто потрясла, а самый любимый писатель – это Курт Ваннигут. То есть, из книг, которые я бы поставил на первое место, делят. Первое место – Бонни номер 5, известное в некоторой степени автобиографическое произведение Курта Ваннигута, потому что он в 1944 году попал в плен. К немецким войскам и, будучи военнопленным, пережил бомбардировку Дрездена. И книга «Сирены Титана» – это фантастический роман Ваннигута, который привёл ему известность, по-моему, 59-го года. Я прочитал в 18-летнем возрасте, и это я очень хорошо помню. Но это был последний раз, когда я плакал. Ну, реально, да, такая трогательная книга, которая выбила у меня скупую мужскую слезу в конце. Очень хорошее произведение. Вообще, особо так драматургически, чтобы ты вспоминала про Ваннигута, и вдруг тоже так потекла. Я так не умею, но учитывая то, что мы с тобой ударились в исторический стендап, видимо, надо учиться. Да-да, надо учиться. Взять пару уроков актёрскому мастерства. Вовремя всплакнуть крайне необходимо. И вот про Ваннигута я могу сказать, что да, чему я научился у этого писателя, как именно он на меня повлиял – это потрясающая самоирония. Самоирония – это одно из качеств, которые я особо ценю в людях и в себе стараюсь его взращивать. И Ваннигута, он обладал потрясающей просто фантастической самоиронией, и поэтому я, в общем, стараюсь соответствовать. Ваннигут к этому моменту был ещё жив, он вообще погиб по какой-то нелепости, потому что умер не от старости, хотя он был очень старым, а упал. Я написал ему письмо, но он мне не ответил, к сожалению. Возможно, оно не дошло до великого писателя, но вообще я всем рекомендую ознакомиться с его произведениями, потому что это настоящий учебник по правильному самоироническому отношению к себе. Очень жаль, кстати, что Голливуд как-то неосмысленно не обработал его произведение. Есть только один фильм «Завтрак для чемпионов» с Брюсом Виллисом и очень неудачный, на мой взгляд. Я вообще… «Завтрак для чемпионов», хотя это произведение известно широко, но мне оно нравится наименее. А вот Бонни номер 5 «Сирена Титана» и есть ещё потрясающая книга «Дай вам Бог здоровья, мистер Роза Утер». Или «Не мечите бисер перед свиньями». И там есть прекрасный момент, который очень хорошо освещает сущность творческой интеллигенции. Главный герой, он очень богат, и гуляя, придя на какой-то светский раут на вечеринке, услышал речь некоего поэта, который рассказывал, что если бы у него были деньги, стало быть, у него было время, и вот тогда бы он написал всю правду. Значит, главный герой к нему подошёл, достал чековую книжку, выписал ему чек, и сказал, что пишите. Герой посмотрел на чек, походил, вернулся к Розу Утеру и спросил мне, говорит, вам, вам, а что я должен за эти деньги сделать? Ну, вы же сказали, что вы хотите написать правду, пишите. Поэт походил ещё некоторое время там, спросил настоящий ли чек, вернулся снова к Розу Утеру и спросил, какую именно правду надо написать за эти деньги. Розу Утер сказал, ну как, правда же одна, вот то, что вы хотели написать, то и напишите. Поэт походил ещё, подошёл к Розу Утеру и сказал, послушайте, ну хотя бы скажите, какое ваше любимое стихотворение, чтобы я просто знал, и Розу Утер ответил ему примерно так. Знаете, вот здесь неподалёку есть бар, кто такой, так, так, так. Вот, в этом баре есть сортир, да? Вот, и в этом сортире прямо над писсуаром написано, это моё любимое стихотворение. Никогда мы не мочились в пепельницы ваши, не бросайте же окурки в писсуары наши. Это потом стало дублироваться и в наших некоторых сортирах. Да, ну вот это вот от Ванегута идёт. Ну и, конечно, знаменитая фраза «такие дела», которая тоже пошла от Кустого Ванегута. В общем, я очень люблю этого писателя и очень жалею, что мне не удалось с ним пообщаться. Хорошо. Ну и вообще вся американская литература 20 века на меня огромное впечатление произвела. На втором месте идёт Джон Стейнбек и его роман «Зима, тревоги нашей». Я думаю, я не буду пересказывать сюжеты. Не, не надо. Я в Стейнбеке другую книжку читал. Стейнбека, что меня поразило в этой книге, это то, что она описывает хорошего человека, который прогибается под обстоятельствами и начинает совершать низкие поступки, но он хотя бы понимает, что он совершает низкие поступки, да, и у него постоянно на эту тему есть какая-то рефлексия. Теодор Грайзер – прекрасный писатель и человек очень яркой судьбы, интересной. Но он ещё даже в советское время выходил. Ну, ещё бы, он же был членом коммунистической партии. Я до сих пор помню, как он описывал, я когда вожу про эту проконку, рассказываю, трамвай, вот я описываю тот же самый конфликт, не помню, где там, в Филадельфии дело происходило, тоже там бодались эти акционерные общества. Он был в Советском Союзе, кстати, написал очень хорошую книгу «Драйзер едет по России», очень ярко и, на мой взгляд, правдиво описал отношения к Ленину, за что почитают Ленина, я рекомендую. Эта книга издавалась в Советском Союзе. На самом деле, по поводу экранизации, мне кажется, что действительно есть книги, которые очень сложно экранизировать. Я вот вообще писатель на самом деле не того эшелона, что ты назвал, но я помню, что я на пляже прочитал книжку Хантера Томпсона «Ромовый дневник». Она мне так зашла, я даже сам не ожидал. Ну, хорошая. Я просто, вот я как будто отдохнул душой, я реально, я там плакал, смеялся и всё такое прочее, а потом я посмотрел фильм с Джонни Деппом и досмотрел его ровно до половины. Я не смог его смотреть, потому что это прекраснейшая книжка, стебовая, лёгкая такая. Ну, почему ещё? Мы же журналисты с тобой, поэтому ещё мне поэтому она была близка. Я могу сказать даже ещё круче. Мне не зашёл даже «Крёстный отец». После книжки. Потому что я читал книгу «Крёстный отец» три или четыре раза, и при всех достоинствах фильма я не могу его сопоставить с текстом. Текст просто круче, гораздо круче. Единственное, что мне более-менее нравится вторая часть «Крёстного отца», потому что там появляется Роберда Де Ниро и история молодого Литта Корлеоне. Вот это интересно. Это один из самых моих любимых эпизодов романа. Но мне не нравится ни то, как экранизировали собственную книгу, ни концовка. Потому что «Третий крёстный отец» – это вообще какой-то трэш. С моей точки зрения книга «Крёстный отец» – это книга о распаде традиционного общества. Потому что патриархальный такой Вита Корлеона приезжает в Америку и пытается здесь придерживаться тех же правил и устоев, каких он придерживался на далёкой Сицилии, каких придерживались его предки много-много лет назад. И самый главный устой, который он пытается придерживаться, это семейственность. Он любит всех своих детей, любит своих друзей. Ты помнишь, как начинается книга? Я книгу не считал. Прочти, шикарная книга. Фильм, в принципе, также начинается. Свадьба конни, дочери Виты Корлеона, и приходит… Мне после фильма очень сложно книжку читать. Ну, вот это знаменитая фража. Да-да-да, ты приходишь ко мне. Ты делаешь это без уважения. То есть, к нему приходят люди, которые просят у него чего-то по случаю праздника, и он спрашивает, почему ты это делаешь только сегодня? Ведь я же крёстный отец твоих детей, почему ты делаешь это только, почему ты про меня забыл? Хотя он такой богатый, а эти обычные люди, но для него это важно – общаться с людьми из того же круга, из которого он вышел сам. То есть, он ещё привязан, он является частью этого круга. А у его детей всё это разрушено уже. Майкл Корлеона, он абсолютно независим, он обычный бандюган, и поэтому так плохо он кончает в конце фильма. То есть, тот образ, который Аль Пачино воплотил, он гораздо менее привлекательный, чем тот, который воплощает Марлон Бранбо, и то, как это описано в книге, хотя книга до краха Майкла Корлеона не доходит. Но в качестве литературы вот крёстный отец – да, это, безусловно, классика, читать его интересно. Ну что, теперь мы можем переходить к исторической литературе? Да про много ещё можно было бы рассказать, откровенно говоря, но давай перейдём к исторической литературе. Вот вход в историческую литературу был постепенным, но я всегда рекомендую… Есть несколько потрясающих популярных книг, которые написали выдающиеся учёные русские. Значит, первая книга – это «Беседы о русской культуре» Юрия Михайловича Лотова. Это есть аналогичный цикл лекций, я так понимаю, что книга была написана уже после этого цикла, очень интересная. Она рассказывает о жизни русского дворянства 18-19 веков. Это Юрий Михайлович Лотман, основатель науки семиотики, науки о знаковых системах, и вот он настолько блестяще описал мироощущение дворянина 18-19 века, что после этой вот читаешь эту книгу, и как будто окунаешься в эпоху очень глубоко. Вот это принцип историзма в чистом виде, воплощённый. Там есть очень интересная глава о дуэлях. Мы недавно здесь разговаривали с Андреем Александровичем Ивановым, профессором из ПБГУ. Он написал книгу о дуэлях начала 20 века, о дуэлях депутатов Думы, о дуэлях скандалах, точнее, депутатов Думы. А Лотман написал как раз о дуэлях 19 века, вот он там очень подробно расписывает не только ритуальную сторону дуэли, но ещё и её смысл. Он приходит к выводу… Надо почитать такую книжку. Он приходит к… Обязательно, это must have 100%. Не-не, я не про Лотмана, я вот про Лотман-то понятно. И это тоже must have. Он приходит к выводу, что дуэль была своего рода формой протеста дворянина против регулярного государства Николая Первого. То есть, Николай подмораживал, поджимал, и единственная возможность была защитить, проявить собственное достоинство, выйти вот из-под опеки государства, которое пыталось уже проникнуть там и в каждый угол заглянуть, это была… Одна из форм вот этого протеста – это была дуэль, хотя она была запрещена, и мы как раз с Андреем Александровичем обсуждали, что Пушкин, если бы он выжил, он мог бы пойти под суд запросто. Потому, что он пошёл на прямое ослушание императора, т.е. не просто закон, а император лично ему сказал. Ну, он же лично ему пообещал, что он не вводит. Да, т.е. нарушил слово, и тут, конечно, дело обстояло очень серьёзно. Ну, и дуэль – это важное явление для… Слушай, ну вот про дуэль XX века, мне просто ещё в свете там я готовлю выпуск про Столыпина, там же он же тоже как бы… Да, там есть у Андрея Александровича и про дуэльный скандал с Родичевым. Это же Родичев же, да, вот этот Столыпинский галстук он же вёл. Да, вот именно за это. Но всё-таки книга Иванова называется «Дуэльные скандалы», потому что из 46 случаев, которые он написал, до дуэля дошло всего 5, и лишь одно из них закончилось ранение. И уже из этого можно заключить, что для депутатов Государственной Думы это был скорее пиар, нежели нечто серьёзное. Но для первой половины века XIX это были очень серьёзные истории, и, кстати, про это можно было бы тоже рассказать, потому что было несколько знаменитых дуэлей. Мы знаем в основном Дантес Пушкину, но была, например, знаменитая дуэль Новосильцев-Чернов, которая закончилась… Это была дуэль насмерть, они стрелялись, по-моему, с трёх шагов, и она не могла не закончиться смертью героев, она произошла из-за того, что Новосильцев был знатен, а Чернов был влюблён… Новосильцев был знатен, и он был влюблён в сестру Чернова, но в последний момент мать Новосильцева настояла на том, чтобы брак не состоялся, именно из-за незнатности невесты. Вот, помолка была расторгнута, и даже, не знаю, в общем, отношения были расторгнуты, и невеста была обесчищена, поэтому Чернов вызвал Новосильцева на дуэль с трёх шагов, Новосильцев не имел права отказать, и они друг друга убили. Вот, и это похороны Чернова стали первой в истории России политической манифестацией. Это как раз перейти незатолго до декабристского властания. Вот такие, вот сам ритуал, да, это же вызов на смерть, дуэль с трёх шагов. А мать потом, кстати, у нас на севере Петербурга есть переделание. Храм построил. Храм Маматьева в честь убитого сына, хотя сама была виновата, отчасти в этом построил этот храм. В первую очередь. Да. Интересно, что, возвращаясь к Достоевскому, у неё там Фёдор Павлович Карамазов, романе, братик Карамазов там кричит про то, что я буду с вами стреляться с трёх шагов. Но во второй половине XIX века это уже была архаика, это был атаизм. А в начале XIX века вызвать на смерть вполне возможно. Причём я не знаю ни одного случая описанного, чтобы дуэль с трёх шагов заканчивалась благополучно для кого-то. Это я видел только в фильме, недавно вышел фильм «Дуэлянт», вот там они стреляются таким образом, и там герой Петра Фёдорова убивает своего противника, но в реальности я не знаю ни одного случая, чтобы кто-то остался жив. Так, Лотман дальше. Лотман, да, беседа о русской культуре. И вообще всё Лотмана, всё произведение Лотмана, потому что у него есть блестящая биография Пушкина, одна из лучших, и биография Карамзина, тоже очень хорошая. Михаил Гаспаров, «Занимательная Греция». Это для тех, кто в детстве читал Николая Куна, для того, чтобы понять, какую роль древняя Греция сыграла в истории европейской цивилизации, необходимо прочитать книгу Гаспарова, потому что он пишет блистательно. То есть, это очень интересно, читается как юмореско, с одной стороны, но с другой стороны ты выходишь наполненный каким-то чудесными, занимательными материалами, которые можно в любой компании рассказать, и ты будешь и интересным, и остроумным. Мне, ну это одна из лучших книг, которые я вообще в принципе когда-нибудь читал. То есть, Михаил Гаспаров, выдающийся филолог и историк культуры. Натан Эйдельман. Я рад, что ты сейчас получил удовольствие. Это мои любимые. Хотите сделать Паше хорошо, произнесите словосочетание Натана Эйдельмана. Не, ну божественные книжки, божественные. Да, мой XIX век особенно, тоже в ту же самую струю, и в связи с этим я и увлекался изначально именно веком XIX. И когда я учился на третьем курсе университета, я попал в рабочую группу фонда Александра Михайловича Горчакова и занимался подбором материалов по биографии этого выдающегося государственного деятеля, вот тогда я прочитал очень много о самом Горчакове и о его эпохе. Жизнь у него была очень длинная. В 1798 году он родился, и в 1983-м скончался. Огромная жизнь, причём к вершинам государственного служения он поднялся, будучи уже зрелым человеком. То есть, 1856 год, после Крымской войны он стал министром иностранных дел. Его соученик полицею Александр Сергеевич Пушкин был уже 19 лет как в могиле, и никто не мог предположить, когда Пушкин погиб во цвете лет, будучи уже величайшим поэтом России, что Горчакова ожидает в дальнейшем блистательной дипломатической карьеры, потому что в этот момент он прозябал на второстепенных постах в Европе. И казалось, что его жизнь где-то там и закончится, и где-нибудь только узкие специалисты потом будут в энциклопедиях искать его имя. В результате нашей работы её возглавлял Виктор Алексеевич Лопатников, тогда представитель министра иностранных дел в Санкт-Петербурге, он много занимался дипломатикой Горчакова, написал интересную книгу, которая впоследствии вышла в серии ЖЗЛ под названием «Горчаков. Время и служение». Тоже весьма-весьма её рекомендую. Ну, это из таких как бы… Я как человек, увлекающийся Францией, могу порекомендовать книжку Эдельмана «Мгновение славы настает». Потрясающая книга, просто, как обычно, купил, потерял, купил, потом вторую сна, она в мягкой обложке. Вот она из той же серии, что я показывал, Кавторина. Они тогда выходили вместе. Так, Эдельман. Тарли, Евгений Викторович Тарли, «Нашествие Наполеона на Россию», Наполеон тоже, это вот то, с чего начинал я, это очень интересные книги, в какой-то степени они, конечно, устарели, потому что у нас наполеоноведник очень энергично развивается, здесь вот Олег Валерьевич Соколов у нас выступает часто, и Виктор Михайлович Безотосный, и многие другие исследователи. Но вот всё-таки знакомство с Тарли произошло, и очень интересно, что о Тарли рассказывали люди, которые учились у него, например, упомянутый мной Данил Натанович Альшиц, у него даже есть очерк такой о том, как самонадеянный студентальшит спорил с выдающимся историком Тарли. Спор произошёл как раз на каком-то студенческом собрании, где сидели маститы и профессора, а студенты должны были прочитать новейшую книгу Евгения Викторовича и высказать какое-то мнение своё на эту тему. И Данил Натанович высказал мнение в том смысле, что книга хорошая, но она написана немного скучновато, потому что нету образности какой-то, а историю надо писать ярко, в более художественном стиле. Ему стали задавать вопрос, ну докажи, он говорит, ну вот у вас невозможно представить, какого цвета были мундиры, знамёна, ничего этого нету. Однокурсники Альшица побежали, стали искать, значит, где там, правда ли, может быть, где-то всё-таки в монографии есть, нашли цитату, зачитывают, Альшица говорит, это цитата, не помню, из кого, по-моему, из «Вандали». Вот, это цитата из «Вандали», а вот в авторском тексте такого нет. И Евгений Викторович с ним согласился, что надо писать более ярко, чтобы в научно-популярных книгах, да. Ну, сам Данил Натанович писал очень ярко, он был не только историком прекрасным, но ещё и хорошим писателем и драматургом. Его спектакли по его пьесам ставили Тостоногов и Акимов. А я в пионерском лагере, когда работал, нашёл вместо библиотеки без обложки книжку под названием «Толеран». Толеран, да-да-да. И я её прочитал просто захлёб, и после этого я прочитал ещё Тарли про революцию и, короче, понеслась. Вот, ещё сразу же там за Тарли идёт Манфорд, тоже про Наполеона и про Великую Французскую революцию, тоже это всё прошло захлёбом. Просто вообще отличные произведения. Дальше больше. Я начал читать многочисленные воспоминания. Ну, извини, что эти проёмы. Можно сказать, что это некая такая база. Это популярные книги, которые на наших учёных. Я начал читать воспоминания для того, чтобы прочувствовать эпоху. Сильные впечатления на меня произвели воспоминания великого князя Александра Михайловича, потому что он был не только великим князем, но обладал действительно недюжинным стилистическим даром. Это воспоминания, которые просто выделяются на общем фоне, скажем, когда ты читаешь Сергея Юрьевича Витты. Стилист прекрасный. Да, когда ты читаешь Сергея Юрьевича Витты, то приходится продираться через его построения логические. То есть, это интересно, но это скучновато. А вот как раз великий князь Александр Михайлович, он писал очень бодро. И фактически, я думаю, он где-то держал в голове, что он пишет бестселлер. У меня будет лекция в серии романов без соплей про Сандро прекрасного в том числе, так что мы и там поговорим. То есть, там это книга, в которой, наверное, выписан лучший публицистический образ Николая Второго и Александра Фёдоровича, на мой взгляд. Воспоминания Прусилова, я прочитал с большим интересом очень, воспоминания того же Витты, хотя, как я уже сказал, они достаточно скучноваты, но тем не менее… Это тоже некая такая бабаза такая. Я тогда уже был глубоко в истории, то… Просто на эти воспоминания только лениво не ссылается везде, причём именно на воспоминания Витты. Ну, потому что это очень просто. Дело в том, что воспоминания эти издавал Борис Васильевич Ананищ и Рафаил Шаломович Ганелин, два наших очень крупных историка, они ещё на заре своей карьеры составляли примечания. Да-да, там такое примечание… Научный аппарат к этому трёхтомнику, он у меня именно в старом издании 60-х годов есть. Такая пояснительная записка. То есть, они были изданы ещё в 60-е годы большим тиражом с хорошими научными комментариями, поскольку Витты является крупной персоной. Этот источник оказался очень доступным, и он во многом и определил представление историографии, тем более общественное представление о фигуре Витты. Но в реальности, конечно, эти воспоминания нуждаются в очень критическом подходе, потому что Витты был не только выдающимся государственным деятелем, но ещё пиарщиком, очень хорошим, и супруга у него тоже подливала масло в огонь в этом плане, и поэтому доверять ему просто нельзя. Нельзя доверять 100% никаким воспоминаниям, но воспоминаниям Витты нельзя доверять вообще, потому что он там просто врёт местами на голубом глазу. Как я иногда говорю, эту книжку надо было назвать «Россия и я». Да, поэтому и к воспоминаниям, и вообще к фигуре Витты нужен очень осторожный подход, потому что сейчас его персона, конечно, переосмысливается не в том смысле, что он никакой роли на самом деле не играл, но он, конечно, значительно себя превозносил и принижал своих политических конкурентов, например, Столыпин. Вообще этот сюжет, Столыпин против Витты – это очень интересный сюжет. Можем, кстати, как-нибудь об этом поговорить? Вот это очень интересно, потому что это две ярчайшие фигуры начала XX века, и оба они, ну, один с более трагичной, другой с менее трагичной судьбой, но оба так и не смогли обрести себя вот в этом глобальном государственном параде. Да, да, это правда, ну и это, возвращаясь к нашему разговору о влиянии знати, это во многом произошло тому, что вот старая полуфеодальная прослойка, она противилась этим людям, она их не принимала, и Николай II… У Витты ещё был акцент такой хохлядский, это всех раздражало. И еврейская жена. Да, еврейская жена, да. Николай II, хотя он и сочувствовал отдельным новациям вот этой бюрократии, Николай II так и не освободился до конца от опеки вот этих старых кладов дворянских. Поэтому это очень важный момент, потому что и сам он обладал полуфеодальным сознанием, и окружение, на которое он упирался, это всё-таки были полуфеодалы, а не прокрессивные буржуазные чиновники. Вот как раз сегодня мы записали выпуск с Гоблином, где я рассказывал про кровавого воскресения, там это всё скрывается просто как нигде, как вот эти великие князья Дидия Николая II влияли на принятие им решения, когда ему там министры не самые там либеральные, но Плеви, ну какой он в баню либерал, да, или мирские там более либеральные, но они пытались ему какие-то там проекты подсовывать. Плеви был практически либерал. Ну практически, да. Он выдвинул первым проект создания Государственной Думы. Так да, я сегодня рассказывал про это Министерство Труда, которое он хотел реализовать, но вот опять-таки как интересно, вот к вопросу опять-таки в выпуске про пропаганду, понимаешь? Да, вот кстати, это интересное выражение, маленькая победоносная война. Я рассказывал, что это полный фейк на самом деле. Это же фейк. На самом деле, по всей видимости, происходящий как раз от Сергея Юрьевича Витте. Сергей Юрьевич Витте ссылаясь, да, ссылаясь на воспоминания этого Куропаткина, в которых там есть об этом, но там в совершенно другом консекте, и не про то. Тем не менее, вот реально показывал книжки, где спокойно об этом пишут как бы историки, и не только советские, кстати, так сказать, и уже и постсоветские всё равно пишут про эту маленькую победоносную войну. Но это... Это просто информационная диверсия, предпринятая Сергеем Юрьевичем Витте с целью дискредитации своего конкурента и врага фактически политического. Да, собственно, вот Зубатов на этом шею свернул, что он пытался там на два лагеря работать. Ну ладно, да, хорошо, так, воспоминания. Здесь есть огромный пласт, на самом деле, литература, это то, что касается русской истории. Можно было бы отдельную программу вообще сделать на... Слушай, ну на самом деле, что-то мне говорят, уже столько всего наговорили на эту тему. Мне очень понравилось то, что ты назвал всё-таки действительно книжки, которые... Это такой базис, но я просто знаю по опыту, что многие всё равно поставят себе галочку и пойдут и прочитают, потому что не все с этим были озадованы. Ну вот мой интерес к эпохе Николая Второго начался с прочтения книги Валентина Пикуля «Нечистая сила». Да, безусловно. Я до сих пор... Меня так и потрясло, что он там с утра вот эти тазами Мадеру пил. Я думаю, господи, ну как же такое возможно? Тазами Мадеру лакать. Ну, надо отдать должное, Валентин Пикуль является выдающимся билетристом. То есть, он умеет строить сюжет. Никаких претензий к нему как к писателю вообще нет. Я столкнулся с лютой ненавистью к нему со стороны исторического сообщества. Ну, сейчас уже Пикуль – это история. Тогда, когда я учился, видимо, какая-то актуальность ещё существовала. Я тебе объясню, почему. Потому что Пикуль был очень популярный, и он, собственно, интегрировал... Ну, это же реально... Это были бестселлеры в Советском Союзе и в постсоветском пространстве, да, в самом начале Пикуль – это был, ну вот, такой номер-он, фактически писатель. Его читали все, да, и вот... Ты по праву, но писатель очень хороший. Да, первым шпагой, словом и делом, и всё такое прочее, да. Мой любимый роман «Крейсера». Именно два «Крейсера» и «Богатство». Поэтому да. Но, ну да, ну присвистывал, ну чё, как бы он... А, Дима, не присвистывал. Ну, это старая фраза, да, что история – это гвоздь, естественно, когда вывешивает свою картину. Да-да-да, но Пикуль же не историк, понимаете? Пикуль как бы... Ну, он и не претендовал, да. Другое дело, что он распространял какие-то идеи, которые могли историческим сообществом отторгаться, и один очень крупный историк на первой лекции сказал – ни в коем случае не верьте Пикульу, все герои у него разговаривают как «пьяные сантехники». Ну, тут вопрос «пьяный, не пьяный» читать было интересно. Чтобы все пьяные сантехники так изговаривали. Я уже понимал, я уже понимал, что что-то, когда читал, уже понимал, что что-то тут не так, и первое, что меня резануло, я всегда это говорю, это долгие словопрения Валентина Савича на тему, что да, вот у нас нет доказательств, что Александра Фёдоровна спала с Распутиным, но посмотрите на её письма, разве может так писать женщина-мужчине, которая с ним не живёт интимной жизнью? Это уже выглядело как какая-то жёсткая манипуляция, я даже в 11 классе это понимал. И, конечно, сейчас историческая наука рассматривает версию о неких сексуальных связях Распутина с императрицей или с царевнами как исключительно маргинальную. Но, тем не менее, интерес был пробуждён, и я как-то за поем стал читать, тем более, что это всё совпало с эпопеей по поводу захоронения царских останков, я прекрасно помню этот день, по-моему, вступительный экзамен у него сдавал, не помню только какой. Вот, я прочитал книгу Роберта Месси Николая Александра, это известный, автор у нас Валентин Савич Пигуля, а там автор бестселлеров Роберта Месси, у него большая трёхтомная монография про Петра Первого, по которой поставлен фильм. Я помню, они, по-моему, ещё выходили, Роберта Месси в такой ещё мягкой обложке, по-моему, даже. Ну, как угодно, я читал журнал «Мы» такой был на излёте «Перестройки», и там публиковались гладо. Было весьма-весьма интересно про это всё почитать, потому что там был другой взгляд, уже появлялся такой более апологетический, и мне тогда вообще было по барабану, кто прав, мне, в принципе, и сейчас это было по барабану, мне важно восстановить объективную картину. Но всё-таки и после этого я начал подбирать литературу, ходил, читал очень много сначала доступных источников, потом попал в архивы, и там уже совсем другая история пошла. Про архивы сейчас не будем, потому что это… Про архивы отдельно я могу только в завершении ещё про историю сказать, что произвело мне впечатление. Одним из самых замечательных стилистов среди историков является Николай Алексеевич Троицкий. Это историк, который знаменитый двумя… работал в двух направлениях. Одно направление – это как раз твоя тема, это история революционного движения, через которую он вышел на историю адвокатуры. У него есть большая монография, участие адвокатуры в… Я крайне жалею, что он умер, потому что я, конечно, очень бы хотел с ним пообщаться, готов был даже… он из Саратова, по-моему. Он из Саратов. Из Саратов к нему ехать прямо. Это потрясающий историк, мне понравилась его полемика с Бахановым на тему Александра Третьего, как они там, значит… Это какой-то термоядерный просто человек, это видно по его текстам, он как раз умел писать увлекательно. Я написал, ты знаешь, книгу про адвокатов XIX века, об адвокатуре интересно, и, конечно, во многом на эту книгу повлияла монография Тройского, хотя я всё-таки кое-что новое нашёл, и про плевака, и про спасовище крупных присяжных, поверенных своей эпохи. Но самое… да, второе направление у него – это история 12-го года, для своей эпохи, опять же, это революционная работа, у него есть монография про фельдмаршала Кутузова, достаточно объективная. Вот сейчас обсуждается, это Евгений Панасенков и выпустил книгу «Первая научная история» 12-го года, не будем подробно вдаваться в неё. Панасенков многое взял у Троицкого на самом деле, единственное, что если Троицкий удерживается на стороне объективности, он пишет, что вот здесь Кутузов – это хитрая лиса, здесь он совершил неудачные решения, а здесь заслуга принадлежит все целы ему, то у Панасенков такого нет, то есть у него явно идёт линия, что Кутузов – это… Только хитрая лиса. Нет, не хитрая лиса, это бездарность, педофил, имбецил и так далее. Но книги Троицкого для меня были настольными какое-то время, но большее, самое сильное впечатление произвела на меня история 19-го века, написанная Троицким, она написана в целом с левых позиций, Троицкий линий. Да-да-да. Вот, и я знаю, что я читал… Но Патамас с Бахановым и рубился. Да, он рубился с Бахановым, и у него был большой конфликт, насколько я помню, я могу сейчас ошибиться, но мне кажется, что это так, у него был конфликт с губернатором Саратовской области, не с Петром Аркадьевичем Столыпиным, а с новым губернатором Саратовской области, не помню с каким, который как раз Столыпин установил памятник. А Николай Алексеевич Троицкий в ответ на это написал статью, не помню точно заголовок, но там было слово «обервешитель», в которой… Он смысл основной, смысл, который заключался в том, что нельзя ставить памятники человеку, который являлся по существу руководителем карателей. И был конфликт, потому что губернатор потребовал Троицкого брать, а за Троицкого стал исторический факультет, насколько я помню. Но в любом случае его книга по XIX веку, она очень сильная, и её достоинство именно в том, что она прекрасно написана. То есть, это как бы учебник, но с другой стороны, это одновременно и занимательная работа, которую вполне можно поставить в один ряд с теми книгами, которые я называл ранее. Вот история XIX века Николая Алексеевича Троицкого. Оттуда можно подчеркнуть, во всяком случае, много фактуры. И в Троицком привлекает то, что он, конечно, не перекрасился, как произошло со многими историками после распада Советского Союза. Да, он чётко совершенно никуда не ушёл, и это вызывает огромное уважение. Ну вот, это на самом деле даже не верхушка Айсбергера, а какая-то маленькая льдинка на верхушке из того, что Не, ну всё равно хоть что-то, иначе это что? Иначе это там на 5 часов... Ну понятно, что про книжки можно бесконечно разговаривать, но слушай, я сам чуть пару раз слезу не пустил. Ты затронул... Особенно на слове Эдельман. Эдельман, да, ты затронул... У меня даже потом, у меня на даче, короче, звонит мне мама такая с дачи, говорит, слушай, я, говорит, у тебя тут книжку она такую нашла, а у тебя есть ещё такие вот... Вот она нашла этого Эдельмана, тоже взахлёб просто прочла как бы на одном дыхании, и я, конечно, там просто Эдельман, он ещё, он пишет, потом уже... Ну это такая книжка не совсем прямо вот в чистом... Она публицистическая, и он там прямо пишет про свой опыт, как он на первый раз переехал в Париж, пошёл туда, и я вот тоже приезжаю в Париж, я вот иду в музей Карнавалей, вот смотрю, на это всё уже глазами Эдельмана такое, думаю, так, где вот эти картинки, которые он написывал, т.е. это было, конечно, очень круто. Значит, это мы о русской истории в основном поговорили, да, ещё и иностранная, там можно было бы про Легов поговорить, ну... Но всё равно, Егор, большое спасибо, я думаю, что мы удовлетворили часть вот этого информационного голода, который меня постоянно спрашивает, что почитать, куда почитать, я думаю, тебе постоянно задают всякие вопросы, вот прям такие вам... Я думаю, мы можем регулярно что-то такое... Да, на самом деле, вполне, кстати, хорошая идея родилась, кстати, спонтанно, с подачи скромной одного прекрасного человека. Мы сидели в столовой и думали, о чём поговорить, и тут я подумал, а что бы не поговорить вот об этом. Ну что ж, спасибо, да, спасибо этому дому гостеприимному, оставляйте комментарии там, задавайте ваши вопросы на самом деле, мы будем базироваться на них, и, может быть, от этого мы будем отталкиваться, чтобы о чём-то поговорить в дальнейшем, ну и самое главное, следите за дальнейшими мероприятиями, ибо у нас надвигается первый научно-просветительный фестиваль... Всегалактический. Да, цифровая история. Да, 20 октября. Мы с Павликом будем его вести, предоставив слово выдающимся спикерам, современным историкам, докторам и кандидатам исторических наук, которые являются лидерами, авангардом изучения истории России начала XX века. Да, оно произойдёт в Петербурге, но, естественно, в дальнейшем есть планы масштабировать это мероприятие, ну и всё-таки вот мы посидели с Егором, и я уверен, что мы продолжим наш проект «Историк и журналист», и, скорее всего, в ноябре, и, надеюсь, тоже произойдёт наша встреча, как минимум в Москве, так что следите за анонсами, несмотря на тяжёлые времена, мы делаем всё для вас. Добавлю ещё несколько анонсов от своей скромной персоны. 12 октября, 18.00, в ДК имени Свердлова, на Большой Покровской, 18, в Нижнем Ногороде я прочитаю лекцию «Монферран против рептилоидов», про автора одного из главных соборов Нижнего Новгорода и, конечно же, одного из главных соборов Санкт-Петербурга и, возможно, главной колонны нашей страны. Стоимость билета 500 рублей, билет можно купить у меня на сайте, ссылка указана в описании под этим выпуском. В Москве в пятницу 5 октября в 20.00 экскурсия про Шухова, гениального инженера Крупскую, Тургенева, революцию в Милютинском переулке и все остальное. 6 октября в субботу в 13.30 гуляем по Петровке из СССР в Россию. Про одну из самых главных улиц нашей страны, но это по моему мнению. В Петербурге 7 октября, воскресенье, 18.00, идем в Петропавловскую крепость. Экскурсия называется «Цари и террористы». Сами знаете про что и не только про это. В Москве 14 октября в 15.15 состоится закрытие экскурсионного сезона в этом году. Пройдем от памятника Маяковского к Леонтьевскому переулку, где я наконец расскажу про один из главных терактов, уже произошедший в советскую эпоху. Причем в здании, где ныне располагается посольство Украины. Ссылки на все встречи есть в описании под этим выпуском. И самое главное, господа. Поступают вопросы, как купить билеты. Билеты можно купить по ссылочке в описании, а если вдруг вы или ваши родственники не пользуются электронными платежами, то можно позвонить по телефону, который тоже указан в ссылочке в описании. Приходите, будет очень интересно. Очень. Эдельман. Эдельман. Но его не будет, но будет витать дух его над всем этим.